Бытие. Мы будем читать из 25 главы. Вы знаете, мне очень нравится читать в Библии Ветхий Завет. Почему? Потому что в Ветхом Завете описаны такие истории, через которые мы можем чему-то научиться. Есть истории из жизни людей, которые одни имели успех, следуя за Богом, а другие люди совершали ошибки и терпели поражение. И мы, глядя на эти истории, мы можем научиться двум вещам. Как достичь или быть успешным в Боге, и как избежать ошибок в нашей жизни. Вот сегодня я хочу прочитать одну известную историю. Ну, известно почему, потому что вы поймете. Когда я был маленький, подростком, я часто слышал такое словосочетание или выражение, которое люди использовали. Они говорили, продался за чечевичную похлебку. Такое выражение в нашем обиходе русском, оно присутствует. И оно имеет определенное значение. Вот я слышал это, а потом, когда я стал верующим человеком, начал читать Библию, я вдруг столкнулся лицом к лицу с этой чечевичной похлебкой и с этой историей. И мне стало понятно и стало очень ясно то, что значит это словосочетание. Пусть Господь благословит. Ребят, пожалуйста, вы не мешайте. Хорошо? Итак, давайте мы будем читать книгу «Бытие», 25 глава и с 19 стиха. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамьянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамьянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла бы просить Господа. Господь сказал ей, два племени в очреве Твоем и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее, первый вышел красный, весь как кожа, косматый, нарекли ему имя Исаав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пятую Исаава, и наречено ему имя Яков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исаав сказал, вот я умираю, что мне от этого первородства? Иаков сказал, поклянись же мне теперь. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исааву хлеб и кушанье из чечевицы. И он и ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав первородство. Мы видим историю двух братьев. Иаков и Исаав. Исаав был первенец. Он родился первым. Иаков родился вторым. Вообще в Израиле, особенно в то время, родиться первым и быть еще мальчиком, это особое было благословение. По закону в Израиле ребенок, который рождался первым, он так и назывался первородным, первенец. Этот человек получал от отца двойное наследство. То есть, если вы родились в семье, в многодетной семье первым, то вот в те времена отец благословлял первенца, и ровно половину имения, которое у него было, отходило первенцу. А другая половина, она делилась на всех остальных детей. То есть, первенец имел благословение, двойное благословение. Поэтому родиться первенцем было очень престижно так, или говорили, о, повезло, ты первенец. Вы знаете, еще очень важная вещь. Вот сегодня многие люди этим пренебрегают. Но в то время благословение отца, оно было не просто формальным каким-то действием. Я верю, что и сейчас тоже благословение родителей имеет определенную духовную силу и духовную власть. Ну, я говорю, в жизни верующих людей. Поэтому, когда молодежь, вы женитесь или выходите замуж, не пренебрегайте благословением отца и благословением матери. И если они не хотят вас еще благословлять, значит, потерпите, но сделайте все возможное, чтобы они благословили вас от сердца. В то время, если отец благословлял первенца, Божье благословение приходило в жизнь этого человека. Еще раз. Если отец благословлял своего сына первенца, Божье благословение приходило в жизнь этого ребенка. И вот, представьте, корчину, эти два брата живут. Один из них первенец, так написано, человек искусный, такой охотник, смелый, человек полей. И Иаков, второй сын у отца, брат, человек кроткий, такой спокойный. И он все время жил в шатрах возле мамы, такой домовитый. Не знаю, если у вас есть дети, можете ли вы отличить, дети разные. Один все время на улице, другой все время возле мамы. И вот они жили в этой семье. И вот однажды, Библия говорит, Исаав пришел уставший. От усталости он хотел есть. Его покидали силы. И он приходит и видит, что Иаков приготовил какую-то похлебку. У этого блюда даже не было названия. Библия говорит, что Исаав умел готовить, отец любил его, потому что Исаав, он умел готовить, и он мог приготовить вкусную еду. Из дичи там или из пойманных животных. Но когда он пришел голодный, он увидел, что брат Иаков приготовил, запах видать был, я не знаю, какой-то еды запах. И он захотел есть. И он даже не определил, что у этого блюда не было названия. И он говорит, дай мне поесть вот этого красного-красного. То есть на вид она была красная. И знаете, что делает Иаков? Он говорит, хорошо, я дам тебе поесть, но ты вместо того, что я дам тебе, ты продашь мне свое первородство. Мы поменяемся с тобой. Я дам тебе поесть, а ты отдашь мне свое первородство. И послушайте, что делает Исаав. Он говорит, а что сейчас мне от этого первородства? Мой отец еще живой. Когда еще это будет, что я получу наследство? Сейчас я умираю, сейчас меня покидает силы, сейчас я хочу есть. И он говорит, хорошо. И Иаков говорит, а ты мне поклянись. И он клянется пред Богом. Вы понимаете, слова, которые мы бросаем в небо, они не проходят вот так бесцельно. Иногда мы думаем, да ладно, я там сказал. Но они не приходят так бесследно, не проходят бесследно. И он поклялся. И он променял вот на эту чечевичную похлебку. Он променял свое первородство. И первородство, оно включало не только то, что ты получаешь наследство, какое-то материальное благо. Ты также становился священником в своем роду, в своей семье после смерти отца. Более того, обетования, которые были даны Богом Аврааму, говорили о том, что из его семени произойдет Мессия, произойдет Спаситель, придет Тот, Который спасет весь мир. Рождение Иисуса Христа должно было прийти через Его род, как род первенца. И вот он, Исаав, сидит, доедает свою чечевичную похлебку. Я не знаю, кушал ли кто-нибудь чечевичный суп. Ну, ничего особенного как бы, ну, вкусно, да, как бы, если правильно приготовить. Ну, как бы, ну, ну, ничего особенного, как на гороховую похоже, да, чем-то, гороховый такой, что-то гороховое. Ну, ничего там такого особенного. Сколько съедается, за какое время, за какой период времени съедается тарелка супа? Ну, пять. Голодный, конечно, он быстро. Ну, пускай пять минут. Когда человек голодный и он хорошо покушает, он чувствует внутреннее такое удовольствие. Вы замечали? Когда он голодный, ну, это особенно, наверное, на мужчинах, у женщин я такого не встречал. Мужик голодный, он сразу какой-то психованный, психически становится, неуравновешенный. Дергается там. Такого нет, братья, у вас, наверное, только один, наверное, я. Моя жена мудрая, она прежде, чем приступить к какому-то серьезному разговору, сначала меня накормит. И потом уже разговаривает, говорит, я купила вчера сапоги. И когда ты довольный, покушал, тогда ты уже говоришь, ну, молодец, что ты купила, да? Вы знаете, что сделал Исаав? А вот за это мимолетное удовольствие он отдал что-то ценное, он отдал дорогое. Когда я прочитал первый раз эту историю, я понял значение, вот что значит продать за чечевичную похлебку свое первородство. это когда мы отдаем что-то дорогое за что-то незначительное, иногда просто за какую-то ерунду. Простите, вот это слово, чтобы понятно было. Мы отдаем что-то дорогое взамен чего-то незначительного. какое-то мимолетное наслаждение мы меняем на вечное, на духовное. Недавно у меня был разговор с одним человеком, и как-то мы говорили, у него семья есть, и мы так, и он, ну, от семьи, от жены гуляет, человек неверующий, ну, как бы он верующий, но такой верующеватый, ну, не христианин. То есть я всегда говорю, что есть человек верующий, верит, что Бог есть, но живет как хочет, как ему вздумается. По-своему, ну, как вот хочется он и живет, но я верующий. А вот у нас тут в общаге постоянно верующие, я тут встречаю, вот они, тут верующие. Жень, ну, не про Женю, не про Женю Гисли, не про Лену, там есть другие. Но есть христианин, то есть человек, который верит, что Бог есть, но живет по-христиански, он следует за Христом. И вот этот, мы разговариваем, этот человек говорит, ну, ты знаешь, ну, я вот от своей жены, я гуляю. То есть я ухожу там налево, иногда направо. И он мне говорит, ну, я знаю, что и моя жена тоже. Нет, нет, иногда направо, налево. Но мы как бы скрываем друг от друга, но догадываемся. Я говорю, слушай, как вы живете? У них дети? Я говорю, как вы живете? И он мне, знаете, говорит такую вещь. Он говорит, дети вырастут, уйдут, мы разойдемся. И я говорю ему, слушай, ты останешься один. Ты вообще, ты понимаешь? Ты останешься один, ты меняешь, наверное, в своей жизни, по-человечески, самое дорогое на какую-то снеть, на какую-то временную, мимолетное наслаждение, на какую-то похлебку. И я начал говорить ему, я говорю, ты знаешь, я боюсь, для меня семья очень важна. И так не было раньше, но для меня важна семья. Важна моя жена, важны мои дети. У меня очень короткая жизнь, она проходит очень быстро. Я не хочу потерять то, что я имею. Я говорю ему, я не хочу. Ты понимаешь, не хочу. Я не буду в этом участвовать. Я не хочу потерять. Я понял, что он делает. Он меняет самое дорогое, что у него есть. Вот на эту чечевичную похлебку. Похлебку. Послушайте, это важно понять, что Исаф, он не отказывался от первородства. Он не отказывался. Он просто его продал. Поменял. Не отказывался. И очень часто в нашей жизни, живя, следуя за Христом, мы сталкиваемся с выбором. Приходят такие трудные, непростые времена, испытания. И мы сталкиваемся с выбором. И очень часто этот выбор, он заставляет нас принять решение, либо принять вот эту чечевичную похлебку, как бы облегчить свое состояние, облегчить свою жизнь. Или оказаться верным Богу, сохранить свое первородство, выбрать моральные, духовные ценности, остаться при них. Бог испытывает нас, проверяет нашу веру на прочность. Мы забыли об одной вещи. Ну, сегодня, вот то, что я сейчас вам хочу прочитать, это не популярно сегодня в христианстве. Вы знаете, про это не читают, это уже давно я не слышу, чтобы читали где-то в церкви. Евангелие от Матфея, 6 глава. Сегодня уже говорилось об этом, что Бог силен, и Он способен заботиться о нас. Но мы, вы знаете, вот в погоне за какими-то материальными благами, в погоне за тем, чтобы вкусно есть, как этот из кинофильма про Глеба Жеглова, сладко спать. Вот мы бежим, мы стремимся вот к этому, ко всему. И знаете, что интересно? Мы не наедаемся, и мы не высыпаемся. При всей, при этой беготне, за этим вкусным и сладким, таким мнимым счастьем мы бежим, и потом мы достигаем этого, очень часто предавая наши убеждения, предавая Христа, разменивая на чечевичную похлебку, идя на компромисс. Ведь как сегодня в жизни? Я помню, одна сестра, она была бухгалтером в одной организации, у нас здесь в Омске, достаточно такая большая, серьезная организация, и она решала, там очень такие большие, просто у нее была очень хорошая зарплата, очень хорошая. По тем временам, 90-е годы, это очень большие деньги были. И потом она пришла ко мне, и она говорит, Денис, ты знаешь, я стою перед выбором, мне нужно конкретно в бухгалтерии лыгать, мне нужно обманывать. Я говорю, ну вы сказали директору? Она говорит, я сказала, что я христианка, что я не могу такие вещи делать. И он не сказал, без проблем мы найдем нового бухгалтера. Так просто. Выбор. Ты остаешься без средств к существованию. Или ты остаешься со средствами к существованию, но но идя на компромисс своей совестью, своими убеждениями. И она пришла ко мне, говорит, что мне делать? Я говорю, а почему вы пришли ко мне? То есть вы же пришли? Вас же мучает. Вы пришли, спрашиваете, что мне делать? Вы же знаете решение этого вопроса. Вы же знаете. Вы пришли, вы хотите, чтобы я вам помог найти, как сейчас я думаю, как мягко войти в компромисс? Или вы хотите, чтобы я помог вам приготовить чечевичную похлебку? Ну, сестра такая духовная была, она говорит, все, я поняла, спасибо, брат. И она пошла. И она отказалась. Но Бог ее благословил все равно. По-другому. Может быть, не так это было много, как там, но он не оставил ее. Он позаботился о ней. И благословил ее. Такие вещи происходят с нами. Особенно в этом таком непростом мире, в котором мы живем непростое время. Я помню, были 90-е годы, когда люди приходили в церковь, работы не было. Что делать? Служить Господу. Работой нет, служить Господу. Сейчас есть возможность работать, зарабатывать, покупать себе что-то. и поэтому у нас не остается времени, чтобы что-то делать для Бога. Мы заняты поиском обеспечения своей жизни. И по сути, по своей, ну, мы чего-то добиваемся, мы чего-то получаем, да, это возможность есть. Но заглядывая в свое сердце, мы понимаем, мы неудовлетворенные. У нас нет того счастья и той радости, которую мы имели, когда даже мы ничего не имели. Но мы все равно бежим, сломя голову за всем, за всем за этим, бежим, бежим, бежим. И так проходит наша жизнь. Послушайте, Матфея 6 глава с 24 стиха Иисус говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу, и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо дали лучше их. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Вы знаете, мы бежим, мы смотрим на этих Соломонов, мы смотрим на их дорогую одежду, на их убранство, на их колесеницы, мы смотрим на их жизнь, мы говорим, нам тоже хочется. И мы начинаем идти в ту сторону, и мы попадаем, мы сталкиваемся перед выбором, мы попадаем в компромисс, и мы переступаем эту черту, мы размениваем то священное, то доброе, которое Господь дал нам, размениваем на чечевичную похлебку. А Господь говорит, обрати внимание, посмотри на лилии, посмотри на эти цветы, их я одеваю, и их одежда намного прекраснее, чем одежда Соломона. Неужели ты думаешь, что Бог не силен заботиться о тебе? Неужели ты думаешь, что Бог не может благословить тебя, твою жизнь? Вы знаете, я не говорю сейчас о том, что не надо работать, я сам работаю, несмотря на то, что я нахожусь на инвалидности, но я работаю, и мой основной доход это не зарплата в церкви. Но знаете, анализируя свою жизнь, я понимаю, что все, что я имею, в большей степени это не то, что я заработал, а то, что дал мне Бог. и это происходило сверхъестественно как-то, как-то удивительно, как будто какие-то стечения обстоятельств. Даже вот этот дом молитвы мы имеем, кто знает историю, не чудо ли это? Мы не знаем этого товарища, его не замкнули, его фамилии. А у нас есть здесь такой прекрасный дом молитвы. Разве не чудо ли это? Разве это не говорит о том, что Бог думает о нас, что Он заботится о нас? Посмотрите, у нас висят кондиционеры. Ни в одной церкви доме молитвы в Омске нет такого. Все это оборудование стоит размером, братья, посчитали до 650 тысяч. Я как пастор никогда бы не купил бы, никогда бы не позволил бы, если бы даже мы и решили бы приобрести, я бы всех бы вас отговаривал, нам не нужно тратить деньги на кондиционеры. Это не то совсем, но они у нас есть, и мы не платили за них 650 тысяч, вы понимаете? Бог думает даже о нашем комфорте. Бог думает о том, чтобы в доме молитвы нам было тепло и было прохладно в жаркий и знойный день. Мы видим, как Бог показывает нам о свою заботу. Столько сведений, что мы слышим. Но все же мы не доверяем Ему. Все же вот эти слова не заботься, не говори, что есть, что пить, во что одеться. Они как-то пугают нас. Мы всегда это повторяем. Мы всегда говорим, а что я буду есть? А вот сейчас осень, а что меня, а что я буду носить, а во что я буду ноги свои обувать? Мы не доверяем Богу, мы думаем, и это сводит нас с ума. Мы смотрим на других людей, вот у них, вот там, вот там. Господь говорит, не заботьтесь, не говорите, что есть, что пить, и во что не. Доверяйте мне. Он говорит, Отец ваш небесный знает, в чем вы имеете нужду. Знаете, в чем заключается вера в Бога? Когда мы знаем, что Отец небесный знает мою нужду. Я знаю, что Отец небесный знает мою нужду. Это есть доверие Богу. Это есть вера. Я знаю, у меня есть нужды, да, у меня есть нужды, возможно, есть долг, возможно, есть еще какая-то проблема, но я знаю, что и мой Отец небесный тоже об этом знает. И я буду благодарить его за то, что у меня есть, и доверять Богу. И я знаю, что помощь от Бога придет в свое время. Бог никогда не опаздывает, поверьте, Он никогда не опаздывает. Мы можем чуть-чуть задержаться на служении, прийти, проспать, но Бог здесь вовремя. Он всегда готов встречи с нами, Он всегда готов выслушать нас и благословить нас, слава Богу. Пусть Бог благословит, братья и сестры, не разменивайте вот эту святую монету, не отдавайте это дорогое, что Бог дал нам спасение, жизнь вечную, Он дал нам священство, быть святыми людьми, быть Его народом. Мы христиане, мы люди, которые носим имя Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, не отдавайте это, не меняйте, не продавайте это на всякую ерунду, на временное греховное наслаждение, не разменивайтесь, цените, поверьте, только в Боге успокаивается душа наша, настоящую радость этот мир не сможет нам дать, посмотрите, мы же жили, многие из нас же жили, мы здесь почему, потому что, потому что мы уже не могли получать той радости от этого мира, там нет этого, даже браки, семьи, которые без Бога, они несчастны, но семья, в которую приходит Бог, в которую возлагает руки Бог, она становится счастливой, благословенной. Послушайте, что сегодня меня очень сильно удивило вновь и вновь, как, знаете, как лезвием по сердцу, евреям 12 глава, апостол Павел пишет, 14 и 17 стих, он пишет, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послушайте, если вы хотите видеть Господа в своей жизни, вам нужно иметь две вещи, стараться иметь мир и святость. Если вы будете стараться, стремиться к этому, иметь мир со всеми людьми и стараться иметь святость, вы будете видеть Господа в своей жизни. Послушайте, дальше он говорит, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Он говорит, ходите прямо, то есть не сворачивайте ни направо, не сворачивайте ни налево, не идите на компромисс с этим миром, делайте правильный выбор. И если даже вы чуть-чуть похромаете, даже если что-то у вас не получается, Библия говорит, оно в таком положении исправится, если вы будете ходить прямо. 15 стих наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, послушайте, что после того, желая наследовать благословение, он был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Знаете, что произошло? Когда Исаак возложил руки на Якова и благословил его, как первородного сына, Исаак прибежал к отцу и он говорил, отец, я первенец, благословение первенца должно быть на мне. Он упал к нему на колени и он говорил, отец, перемени свои мысли, перемени свое решение. Я первенец, измени свои мысли. он просил, там написано со слезами, он рыдал, он плакал, он желал уже потом, он желал наследовать благословение, он понимал, что он сделал, но он был отвергнут. И он никогда не имел уже этого благословения, как благословение первородного сына. Если мы продаем свое первородство за чечевичную похлебку, поверьте, придет время, мы будем сильно сожалеть об этом. Мы будем пытаться что-то исправить, что-то изменить, и у нас навряд ли получится, потому что жизнь, ее цикл идет вперед. Мы проходим, мы проходим. Я просто представил, если я изменил своей жене, ну, допустим, у меня в семье там сложились какие-то отношения с супругой, что-то не так пошло, мы с ней поругались, и я решил вот как-то выпустить пар, как говорят, и нашел себе женщину, и изменил своей жене. Допустим, я не собирался на ней жениться, собирался опять вернуться в семью, допустим. Я переступил через какую-то черту, чтобы, ну, чтобы моей плоти, моим чувствам стало полегче. И я вернулся в свой дом, я просто представил. И если моя жена узнала об этом, и мои дети узнали об этом, как бы я жил. Конечно, моя жена бы, скорее всего, она меня бы простила. Не знаю, как мои дети, что было бы с ними, но я скажу вам однозначно, я никогда бы уже после этого не смог бы быть счастливым в браке, так, как я счастлив сейчас. Поэтому я не продам свое первородство, ни за что не продам. Я буду оберегать это, я буду хранить это. Никакие деньги не смогут сделать меня счастливыми. Идя на компромисс, идя на поводу, у этого идола мамоны, продавая за какую-то шмотку, за какую-то вкусную еду этого кальмара, я не пойду на это, потому что есть вещи, которые важнее, есть вещи, которые дороже, и есть вещи, которые ценнее. Об этом пишет апостол Павел. Самое дорогое, что мы имеем, мы имеем Святого Духа. Когда мы принимаем Христа, мы принимаем Его Дух, мы имеем Святого Духа. И Библия говорит, не оскорбляйте Его. Если вы получили этого дар по милости своей, не оскорбляйте Его, цените Его, дорожите им. Да благословит вас Господь. Сегодня эта проповедь, я хочу, скорее всего, наверное, кого-то предостеречь, может быть, кого-то предупредить. Посмотрите на Якова. Этот человек, он не был совершенным. Яков, его имя означает обманщик. Он хитростью приобрел первородство. Он не был совершенным. Хитростью он обманул своего отца. Он пошел поводу у своей матери. И он за это пожинал всю свою жизнь. Но этот человек знал, знал цену первородства. Он знал, что такое первородство. Он хотел его, он стремился к нему. И даже то, что он был несовершенным, Бог благословил его. Он увидел эту разницу. Мы должны стремиться к этому первородству, тому, что Бог дал нам спасение вечной духовной ценности. Знаете, откуда произошел Израиль? Это удивительное государство. Этот удивительный еврейский народ, без которого, наверное, мир бы просто был. Я всегда говорю, если бы не было евреев, люди так к ним относятся, но я вам скажу, если бы не было евреев, мы бы жили бы сейчас в каком-нибудь каменном веке. Или вот как бы казахская степь, мы бы сейчас в юртах бы жили. Но все, что мы видим, все изобретения и медицина, и искусство, и музыка, и экономика, и технологии, к этому приложили руки этот народ. И этот народ произошел вот от этого человека, Иакова. Этот народ должен был произойти от Исава, от первенца. Но он продал первородство, и тогда Бог развернул свое благословение. И Яков, боровшийся с Богом, чье имя было обманщик, хитрец, Бог дает ему новое имя. Там, в Пенуэле, он говорит ему, а отныне имя тебе будет не Яков, ты больше не будешь обманщиком, я даю тебе новое имя, ты будешь Израиль. И это означает над всеми народами, именно твое племя, твой род будет над всеми народами, и все будут видеть это и знать это. Первородство, то, что дает нам право быть над всеми народами. Слава Иисусу! Мы можем быть мудрыми в этом первородстве, успешными, благословенным народом, народом Божьим. И сегодня нет, ну, сегодня христианин, он становится, если человек христианин, какой бы он не был нацией, он становится в ряд с этим избранным народом, Божьим народом. Мы дети нашего Небесного Отца, поэтому мы должны ценить то, что Бог дал нам. Аминь, братья и сестры. Давайте мы встанем на наши ноги. Субтитры создавал DimaTorzok